всем здравствуйте хотели новой локации вот она разбомбил короче пол хаты разбираю сейчас перестраиваю здравствуйте еще раз друзья это такое все конечно всем спасибо за подписку за лайки очень приятно мотивируете вот так дай бог вам здоровья всем друзья историю просили как раз есть у меня такая история интересная тоже с моей первой отсидки в житомире тоже я приехал туда рассказываю с третьего барака там же сама дей черевички чухнули там начали выводить промзону короче на фанеру фанерный цех такой огромный огромный ну там комплексная работа короче кто-то один если не работает все стоит ну как правило я не работал меня постоянно с козлами разногласия какие-то были ну мне блять не не устраивала работа такая ну блять уже ебануться на мозги уже дошло до того что ну ругать не а постоянно но фактом что разговаривать с мужиками дело даже не в этом разговаривать с мужиками и мне рассказывают говорят вот есть такой бригадир блять будильник ебаная сучка сука говорит иван нас с этапа всех позабирал в третью смену говорят будете ходить третью смену режим на вас не будет распространяться а житомир это красный лагерь чтоб так ну на вскидку был именно режимный стопроцентный выход промзону короче нормально все кто духом был слаб ну было тяжковато скажем так или такие маменькины сыночки были но тем не менее то никто не давал права чтобы над ними как-то надругаться или использовать но слушайте дальше не еще с карантина платили там по 34 по 40 долларов чтобы попасть к этому будильнику ебаному на разбивке короче он все набрал бригаду в третью смену ну и там ходили я так на бараке с пацанами там чай май а там было такое время что больше трех не собираться там если какие-то понятия бля я на вахте стоял там днями на сквозняке блять ну отстаивал какие-то ну блять моменты нахуй не личные блять а именно мужицкие да ну блять было интересно было время такое пойдет видно было где люди где нелюди где сука бляди где всякая шелуха ебаная ну и рассказывают мне говорит вот так и вот так нахуй вот эта корова там блять каждый раз когда приезжает мама на свидание он приходит к ней там чуть-чуть а он сам бригадир там ну подлизывал администрация блять будильник сучка драная переписывался с мамками у кого там пацанята такие слабохарактерные знаете мамки переживают но молодые и ведутся на это все я там даже ну не не хочу наговаривать но я думаю что доходило даже до того что просто вот это даже было потому что мы когда ну уже пришло дело до того что надо было делать нормальный переворот там взорвать бучку блять житомирскую сука у него там шурша отдельная была забаня не до спряталась там шушу корова сама сидела за изнасилование падчерицу изнасиловал ну гнида такая она избегала везде кругом а вообще он сам чё будильник его называли он ремонтировал часы механические ну и к нему приходили там кто-то с начальства короче он был в милость всем они приносили ему часы там где-то брали может со свободы тоже и он за счет этого там себя так чухал что мама дорогая рассказывал кому как жить и шо там тому подобное ну как получилось что он тоже хотел но там пацанята хотели чтобы я с ними был выходил в третью смену там то все ну чисто поддержка это собака наху на разбивки хотела чтобы я тоже и дал бабок но и вот так вот вывалил вот такие бабки кобыла я еще бабки не давал слышь муха давай вали отсюда наху да и вот так вот за некоторое время выяснились такие детали что там не не ладно не с одной мамой он общался там целый десяток целый десяток мам с которыми он переписывался поддерживал связь ну короче это такая блядина была гадость ебучая меня за него чуть блять не свезли пидораса житомира но это такое все короче приходим на барак как-то мы на выходной день собираемся сели попили чаем ну я говорю мужики ну надо что-то менять по-любому но это не дело вы чё нахуй ну он использует вас как хочет это раз во вторых еще страдают ваши родители близкие и страдают так что вы даже сами не знаете вы можете только подозревать думать об этом а наш хитрая мэмра и на свиданку заходит и везде но такая шустрая мразь было да много даже чего из-за него и сами мусора не знали что она исполняла кобыла я же говорю сделала себе шуршку там письма но раньше было еще тогда с телефонами ну плохо я приехал тогда на всю зону было два телефона это их доставали там по времени короче откапывали ну блять сложновато было ну короче пацанята ну во мне поверили вы в меня признались шо как все вы вывалили мне всю суть на изнанку ну все говорю блять ждем этого ебаного будильника будем рвать сраку ему на флаг но все ждем короче паскуда блять не идет не идет не идет не идет но должна уже была тогда был выход промзону короче надо было какие-то какие-то заказы там или шо блять а там были самые такие миллионные заказы но фанера блять фанерный цех короче блять бревна парятся блять распускаются на ну короче таки коз я как увидел я прозрел ну когда я выходил то тогда работа была наполовину стоячая потому что ну никто практически не работал там если один человек не работал комплексная работа все становилось и я для них был костью в горле такое они там со всех сторон блять чу-чу-чу я говорю тут работать я не буду блять давайте мне такую работу чтобы не было блять комфортно но это есть короче по закону можно с ними так валиться они обязаны дать ту работу которая тебе по душе ну я в этом формате с ними короче валился и они всячески хотели чтобы я выпачкал руки стал где-то бревно какое-то повернул или еще что-то ну мразьё знаете как козье сучье племя блять хули они там по промзоне поприживались там приходили только там забирать наху мужиков промзону ну приходит эта сучка блять на барак и даже не дал зайти блять в барак как прыгнул на пидораса забил его сучку драную блядину ёбаную в хлам утянули короче на санчасть его на простынях такая же коза как и он коза отряда я вам потом еще расскажу если будет интересно я к нему с молотком блять заходил блять на отряде был блять козел ну козел отряда да нахуй с молотком к нему блять забегал в шуршу блять корова ёбаная блять перепуганная ленин блять у него погоняла кто сидел в то время будет интересно блять и этого будильника приебешил паскуду забил именно так что ёбнуться а хули мне 24 года я на ним поскакал блять пару минут и все пидор поломанный нахуй весь но собрали его гондона да потихонечку в на санчастье меня закрыли короче на вахту сразу мужики поддержали меня вся бригада пришла на вахту заварила чая нахуй то сё говорит хуй мы блять если будете закрывать мы тоже с тобой до талого ну короче стояли мы долго долго зима было тогда еще это допомню по сугробу еще этого будильника часы блять ориент сука сорвал у пидораса ебаного да стоял я на вахте стоял но подошло время типа будем закрывать сейчас всех паковать я говорю мужики нахуй ну какой блять всех паковать но так не пойдет я говорю я еду все нормально ничего страшного разберемся блять жизнь расставит все по своим местам ну и меня закрывают нахуй блять такую вилочку ебашит я охуевший блять разделе сука до трусов блять хата такая холодная сука пенечки еще отжимался там постоянно чтобы не замерзнуть блять сквозняк ебашит ну красный лагерь там шатали всех блять на луж пень у кого не было здоровья уезжали на больницу блять там мы не приезжали оттуда до время было тогда тяжковатое до после этого всего короче оказалось блять у меня уже оформляют куда-то свозить свозить меня блять с лагеря то все ну там подключились уже люди пацаны подключились ну блять кули приехал человек который блять хоть шо то нахуй делает ебаный в рот потому что мусора то доярые были тогда был блять дядя вася бензобак блять начальник безопасности потом срака блять заслуженный опер советского союза блять столько людей переломала паскуда блять меня хотела тоже это потом тоже расскажу блять мозги заработали блять столько всего интересного можно рассказать так шо слушайте и подписывайтесь не забывайте подписываться колокольчик сверху друзья спасибо всем кто подписался кто поддерживал короче все нормально все нормально да ну в яме короче тоже подключились люди туда-сюда нам с блять это вот эту сучку тоже забрали и не знали куда девать что с ней делать или свозить меня ну или как-то чтобы мы урегулировали конфликт они нам сделали блять в рабочке нахуй встречу ну типа там чтобы мы это то ну а шо он получил за свое уже мне принципе он не интересен блять паскуда больше нигде не всплывай потому что где-то увижу блять мужикам больше хуйню втюхать эти пидора отобью голову голова да вот так вот было и потом я вышел меня конечно блять вышел встретили блять пиздец встретили от души приятно было так очень да и вот такие суки бывают а потом когда развернули его шуршу нашли блять вот такие стопки короче писем пидораса он переписывался там с молоденькими мамами блять там такие вещи собака ёбаная себе позволяла что его блять ну вообще в живых блять оставлять не надо было я чтоб знал блять за эти моменты ну где-то что-то перечитывал хуй его знает как бы это все закончилось ну вот как-то так друзья так что на сегодня принципе рассказал все что хотел всем фарту масти дай бог здоровья подписывайтесь и вам будет счастье до свидания а так все четко